доброго времени суток дорогие друзья у нас сегодня интересная телепередача будет про икарус как заработать не миллион но достаточное количество денег валюты или же экзотики красный или обычный буду вас получить плохому ну что ж погнали перед началом нашего урока плохому не забудьте что нужно обязательно сохранить ваши файлы сохранения в отдельную папку обязательно это сделайте и не забудьте это это спасет ваши нервы и ваши сохранения от того что если вы что-то сделаете неправильно в ходе этого урока внимание еще раз не забудьте сохранить ваши файлы сохранения в отдельную папку перед тем как мы начнем выполнять наше задание по заработку такого количества экзотики рэнов либо же красной материи нужно будет обычным стандартным способом заработать хоть какое-то количество данных ресурсов если у вас здесь будет по нулям будет сложно выполнить то что мы будем делать лучше честным способом заработать хоть сколько-то ну к примеру вы начинаете новое задание не принципиально где можно к примеру на прометея здесь можно объединить сразу все выполнить какую стартовую миссию еще что-то выполнить тут дадут вам и такую и такую экзотику и добраться до где у нас первой красной миссии это довольно несложно вы сюда довольно быстро выйдете либо же можно сделать то же самое в сессионке без разницы у вас на вашем счету должно быть обязательно какое-то количество рэнов красной материи либо же стандартной экзотики после того как вы получите некоторое количество ресурсов неважно сколько главное чтобы каждый из ресурсов был у вас открыт сделаете следующее возвращаетесь на выбор персонажа можно выйти на всякий случай закрыть тут на ваше усмотрение далее переходим в папку с сохранениями она находится на диске c пользователи ваше имя пользователя помните что в пользователь у вас будет отличаться от моего далее переходим в папку апдата с открытием папки с сохранениями у вас могут быть некоторые проблемы так как это системная папка она у вас может быть по умолчанию скрыта чтобы исправить это недоразумение вам нужно сделать следующие шаги открыть любую папку нажать вот на этот флажок выбрать панель управления перевести крупные значки здесь выбрать параметры проводника открыть вкладку вид прокрутить ее вниз выставить галочку показывать скрытые файлы папки и диски нажать ok после этого вы сможете видеть папку непосредственно апдата папки users противном случае вы можете не найти папки апдата в local в local ищем папку и карус папка save здесь нас интересует папка play data тут находите какое-то численное значение название папки в этой папке нас интересует в первую очередь пайлик профиль чтобы его открыть нужно правой кнопкой мыши открыть с помощью и блокнот если у вас здесь блокнота нет то нажимаем выбрать другое приложение убираем вот эту галочку после этого нажимаем на блокнот и нажимаем окей открывается такое окно блокнота будьте внимательны нельзя изменять что попало не кликайте куда попало не жмите пробелы или какие-то другие буквы в спонтанных местах это может привести к потере сохранения будьте аккуратны нас интересуют вот эти четыре пункта это ваши деньги рена это очки сброса талантов это экзотика обыкновенная это красная экзотика ну и как видите здесь есть какие-то числа какие у нас уже имеются в игре здесь вы можете указать любые числа какие вам больше понравится ну к примеру только действуйте очень аккуратно потому как нужно изменить только число ну к примеру вот я меняю сколько получается 999 принципе я думаю нам хватит здесь давайте тоже поменяем на девятку мы просто чтобы было как будто бы мы что-то изменили и здесь тоже вот два числа мы заменим на девятки здесь тоже ерунда пускай будет вот эти два числа мы заменим на девятки здесь более трогать ничего не нужно здесь у нас внизу если вдруг кому-то интересно это то что вы открыли себя в мастерской то есть поставив здесь нулик вы закроете это обратно но это вам вообще не нужно все после этого нажимаем крестик и сохранить переходим к нашему персонажу предварительно можно выйти в главное меню либо из игры и вуаля у нас необходимое нам количество валюты экзотики и прочие ерунды можете тратить на свое усмотрение если умудритесь все потратить можете просто еще раз повторить процедуру и у вас снова появится достаточное количество валюты экзотики и любой другой ерунды кстати про очки сброса талантов они приобретаются вот здесь то есть когда вы добавите себе валюты вы сможете их здесь приобрести нужное количество либо же можете просто заранее купить там к примеру одну единицу чтобы она у вас появилась в файлике на этом собственно вы заканчиваете обогащение сколько мы потратили я думаю немного времени в принципе это делается минут за пять за десять не торопясь на этом моменте мы переходим к следующему этапу нашего урока как изучить все таланты во всех ветках стандартной ситуации вам очков навыков таланта просто не хватит ну и также в одиночку тоже самое вы не сумеете этого сделать но у нас есть способ также узнаем как прокачать героя до 60 уровня и получить достаточное количество очков древа технологий для этой задачи у меня есть персонаж от знаками вопроса запомним этот момент это его имя которое нам нужно будет найти переходим обратно в папку с сохранениями уже заранее у нас открытую если вдруг вы забыли вернитесь по видео в начало узнаете как сюда попасть так здесь нас теперь интересует файлик персонажа далее открываем через блокнот как открыть через блок но то если здесь его нет я также уже рассказывал в начале ролика у нас открывается такой файлик здесь вам нужно что найти имя вашего персонажа вот имя персонажа знаки вопроса тут также вот персонаж уже начинается рюган но у него данных сильно больше потому что он 60 уровня и уже прокачан у этого персонажа их немного разобраться наверное так чтобы во всем этом будет сложно но мы начнем с простого нам нужно вот сюда добавить опыта у этого персонажа опыта уже много мы сюда просто вбиваем там рандомное число к примеру там сколько-то миллионов да и после этого так у нас что это 999 999 у примеру 999 после этого нажимаем сохраниться закрываем файлик переходим в меню персонажа вроде бы ничего не поменялось можно даже зайти выйти и вуаля у нас персонаж 60 уровня заходим сюда собственно нас интересую интересуют таланты у нас их 90 далее нас наверное интересует древо технологий да у нас 3500 очков технологии теперь мы можем смело просто изучить все что нам нравится не нравится даже чуть больше другими словами у нас 60-го уровня персонаж но нам же нужно еще изучить и все таланты для этого нужно сделать следующее запоминайте добавить очков сброса себе достаточное количество после этого вы начинаете изучать одну ветку за другой насколько хватает вам только надо полностью конечно же изучать всем насколько хватает вам талантов ну или все ветки которые вам нужны в общем я сейчас наверное ускорюсь на перемотке или просто покажу вам уже конечный результат смысл в чем вам нужно нужно изучить все таланты так чтобы они хотя бы один раз у вас были изучены на полную или не на полную не принципиально но в общем и целом вам нужно пройти всю ветку все ветки вот таким вот образом насколько вам хватает талантов пример вот здесь вам талантов не хватает вот не хватает вы берете и отменяете правой кнопкой мыши отменяете здесь изучайте ну и тут вот довольно муторно это все будет вы наверное сейчас увидели очень быструю перемотку но таким вот образом отменяете все таланты которые вы уже изучили обязательно их сделайте нулевыми это важно если он будет хотя бы на единичку это уже будет плохо вы не сможете это сделать быстро и эффективно прокачать это все заново теперь задача следующая до прокачать все таланты вот примеру тут главное чтобы они все были прокачены на максимум до особенно будет когда финальная стадия и прокачиваете примеру здесь также вот таланты задача какая смысл в чем вам нужно хотя бы раз их прокачать и сбросить в этом случае они отобразятся у вас в файлике и вы повторяете процедуру здесь вот таким вот макаром я вам буду покажу это наверное не на всех талантах просто элементарно лень все это будет таким вот образом проживать а покажу просто на примере этой ветки и следующий я прокачаю здесь их сброшу и прокачаем следующей ветке сколько сможем сейчас в общем опять это все ускорю и потом полики подредактируем вот то что здесь получится а вы просто все про проделайте до конца то есть в каждой ветке сделайте такую же процедуру все я сейчас на перемотку и скоро вернусь в общем долго и мучаясь вы потихонечку так вот изучите все таланты сбросить их в каждой ветке потом к примеру вот мы эту ветку же изучили забросили она появилась у нас в файлике сохранения переходим в следующую ветку как будто бы это уже вот вы сделали во всех ветках я не буду делать микрос час лень серьезно последняя ветка вы закончили к примеру прокачку изучили здесь 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 сейчас быстренько изучим как будто бы уже все полностью я просто здесь не буду изучать мне как говорится лень а выпад прокачайте так и сбросите все ветки у вас это как бы будет мотивация этим заняться ну и здесь просто оставшиеся сбросим просто чтобы показать что мы израсходовали всем навыки не навыки а очки талантом как будто бы же полностью все изучили не принципиально самом деле что мы изучаем главное израсходовать все таланты сколько у нас как у нас их много девать нам их некуда так 6 куда-то надо закинуть просто чтобы их не было все у нас здесь доступно очков 0 теперь выйти выбор персонажа ну и на всякий случай назад на главное меню можно из игры даже не выходить на самом деле возвращаемся в папку заходим в персонажа правой кнопкой мыши открыть с помощью блокнот абракадабре у нашего персонажа добавилось вот его имя нашего персонажа и внизу тут прям очень-очень всего много смотрите нас интересует ранг 0 нам нужно сделать вот так скопировать вот до этого момента можно даже на один знак больше не принципиально скопировать далее нажимаем правка ставим только курсор вот сюда вверх не куда-то вниз а именно вверх правка заменить здесь вот у меня уже просто проставлен но давайте заново все сделаем чтобы было как будто бы все вновь в что это то что у нас есть значение здесь вы то же самое вставляете и единственное что меняете нолик на четверку 4 это максимальное значение очков таланта в одном перке далее заменить все нажимаете раз и видите у вас поменялись нолики на четверке именно в таком значении другие нолики он не тронет после этого закрываем сохраняем возвращаемся в игру нажимаем играть заходим в нашего персонажа и смотрим в таланты видите первая ветка нас было сброшено она сейчас вся изучена если вы бы проделали бы это да всеми ветками ну то есть изучили сбросили изучили сбросили и здесь у нас все таланты остались другими словами если бы вы сбросили изучили таланты во всех ветках и сделали то что я показал они бы у вас все были изучены но мне просто лень как-то так ну что ж мы изучили как изучить все таланты. Масло масляное, но интересно. Далее. Нас будет интересовать следующий пункт нашего урока. Как изменить сложность той или иной перспективы, которую вы уже используете. К примеру, у нас есть вот какой-нибудь кактус. У него есть сложность низкая. А нам бы хотелось, к примеру, здесь играть на высокой или на нормальной, или еще как-то. Или наоборот. У нас есть какая-то перспектива, где сложность высокая. Не принципиально. Вы это можете изменить. Как бы стандартным способом изменить нельзя. Но есть способ. Сейчас я его вам покажу. Также выходите на выбор персонажа. Дабы ничего не случилось, можно на всякий случай вернуться в главное меню. Возвращаемся в нашу уже привычную папочку. Так. Здесь у нас есть папочка проспектс. Это ваши все сохраненные территории, где вы высаживались. Вот у нас, к примеру, кактус. Да. Мы также. Правая кнопка мыши на нем. Блокнот. В этом файлике много чего есть, но нас интересует по факту вот эта строчка. Здесь у нас написано easy, то есть легко. А мы сюда вставляем medium. Это normal на самом деле. Чтобы узнать, как здесь что пишется, вы можете создать перспективу с нужной вам для вас сложности и потом скопировать. Потому что здесь могло быть normal, но лучше подсмотреть. Если вдруг у вас что-то испортилось, не забывайте восстановить ваше сохранение из папочки, которую вы предварительно сделали. Далее. Закрываем это дело. Сохраняем. Возвращаемся в игру. Входим на персонажа. Загрузка. Ищем кактус. И пожалуйста. У нас обычная сложность. Также можно поменять ее на понизить, на повысить и так далее и тому подобное. В общем и целом колдуйте как хотите. Главное предохраняйтесь. Сохраните ваши папки. Сохранение в отдельную папочку. Иначе быть беде. Ну что же. На этом мы наверное закончим наше обучение плохому. Надеюсь я был вам полезен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Ну и также не забывайте зайти на другие мои площадки. Там же поставить лайки, комментарии, ссылки на другие площадки мои в описании канала. Либо под этим роликом. На этом я вам скажу. До свидания дорогие друзья. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо за просмотр дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и при колокольчик тоже не забывайте.